Здравствуйте, это программа «Есть разговоры». Меня зовут Булат Судинишеев, и сегодня мы поговорим о ресторанах Улан-Удэн. Вообще ресторанный бизнес в столице развивается бурными темпами. Только за последний год в столице Бурятии было открыто 82 предприятия общественного питания, а инвестиции в развитие ресторанного бизнеса составили 560 миллионов рублей. С повышением уровня жизни наших горожан и значительным притоком туристов в Бурятию требования потребителей к многочисленным кафе и ресторанам повысились не только как к хорошей еде, так и к грамотному оформлению зала, шоу-программе и сервису. Вот об этом более детально мы поговорим с председателем Ассоциации рестораторов в Бурятии Людмилой Лумбуновой. Людмила, здравствуйте, я рад приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, Булат, я приветствую вас, так же приятно мне присутствовать тут. Людмила, скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас озвучил цифру 560 миллионов, это действительно так? Ну, конечно же, я не считала это данные статистики и думаю, наверное, это близко к правде, а может быть даже и больше, потому что действительно темпы очень стабильны. Открывается в таком небольшом городе, как наш, с численностью даже менее полумиллиона человек, мы открываем почти 100 заведений в год, это очень прилично. Но при этом не надо забывать, что и закрывается определенный процент. Опять же, его никто не считал, но так, по нашим прикидкам очень грубым, где-то 20-30 заведений в год закрывается. А закрывается по какой причине? Это конкуренция или невостребованность этих ресторанов, ну и вообще кафе? Ну, это прежде всего ошибка ресторатора самого. Невостребованность, она же ведь не просто так невостребованность, это же ведь рынок не принял услугу, которую предложил предприниматель. Соответственно, рынок его и прогнал. То есть, каким должен быть ресторан в Улан-Удэ, чтобы соответствовать требованию времени, соответствовать, скажем, вкусам жителей столицы Бурятии? Ну, есть такое понятие маркетинг, мы все прекрасно знаем, да, и целая куча целевых аудиторий. Открывается ведь несколько видов заведений, да. Это предприятия быстрого питания, это предприятия среднего ценового сегмента, да, самые популярные. Я думаю, тенденция к развитию именно среднеценовой вот этой ниши, они вот велики, они будут еще открываться, да. Это имеется в виду предприятия быстрого питания, фастфуды? Фастфуды, они стабильно стоят. У нас открываются, мы же видим без конца, бузные, да, закусочные, шарбинарии, они открываются. Это вот разряд фастфуда? Это фастфуд, это предприятия быстрого питания. Они могут и быть и ресторанами быстрого питания, как сабвей, допустим. Среднеценовой сегмент – это кафе. Средним чеком на человека от 500 до 700 рублей. То, чтобы можно было спокойно семье, допустим, из четырех человек пойти поужинать. И есть элитные рестораны с высоким ценовым чеком, с чеком средним. Их у нас и так немного. И я не думаю, что они будут открываться. И если они даже откроются, то им будет очень трудно в нашем городе. От чего зависит цена обслуживания в ресторане, скажем, среднего звена и высшего звена? Ну, во-первых, в среднем персонал уже менее обучен, да, так скажем. В него вложено поменьше денег, чем в элитном ресторане, допустим. Элитный ресторан – что это? Это начинает от интерьера, обязательные условия, мягкие кресла, мягкие диваны, дорогое убранство, дорогие скатерти, вышкаленный, отличнейший персонал, отличнейшая кухня. То есть, это на самом деле, это люкс. Работать в этом сегменте на самом деле сложно. Иногда у нас это хромает, кстати. Я замечаю, что, допустим, открываются у нас рестораны с большой помпой. Первые дни все прекрасно, все замечательно. Действительно вышкаленный обслуживающий персонал. Потом постепенно это все идет на спад. Почему? А знаете, вот предприниматель, когда открывает, он, наверное, думает, что он хочет открыть элитный ресторан. Он хочет быть лучше, чем существующие рестораны, да. А когда понимает, что нет потребителя, нет спроса на данную услугу, на дорогую услугу, он потихонечку начинает превращаться в ресторан средней руки. И, естественно, уже требования падают. А у людей, у потребителей у нашего слаживается впечатление, что это же элитный ресторан. И идет путаница в целевой аудитории. Поэтому предпринимателю, прежде чем открыть, нужно крепко-крепко посчитать и очень четко подумать. Надо тем, для кого он хочет работать. Вот в чем ошибка многих-многих рестораторов. Многие мне звонят и спрашивают, вот хочу открыть кафе. Хочу открыть закусочную. Я даю совету. Посчитайте сначала. Посмотрите, с кем вы хотите работать. А если вы хотите работать с элитарной публикой, а сможете ли вы сами психологически с ними работать? Сможете ли вы выдержать те требования, которые нуждаются именно в этой целевой аудитории? А есть она у нас, эта элитарная публика? И какие требования она предъявляет? Опять же, наша статистика говорит, что где-то 2% населения – это вот такие вот потребители. Поэтому у нас еще в ЛМД, к тому же их на самом деле немного. Я не думаю, что у них есть там прекрасная жизнь и какое-то будущее хорошее. Тем более, ресторанный бизнес стоит на втором месте по банкротству. То есть это очень рискованный бизнес. А первое, кто за это занимается? Первое, ну как ни странно, это продажа фотоматериалами. Да. На втором месте это вот ресторанный бизнес. Поэтому надо понимать, что это очень рискованный бизнес. И я вот на самом деле снимаю шляпу перед нашими рестораторами, которые уже под 10 лет, свыше 10 лет держатся успешно на рынке. И четко идут в ногу со временем. Ну вот есть такая замечательная статья, как раз это информационный портал «Байкалфинанс». Как раз вы ему давали интервью. И вот вы говорите, что открыть свое кафе сравнительно несложно. Это вот там 3 миллионов стартового капитала для запуска проекта. Вообще, ну, достаточно, в принципе, хватает. Но самой большой проблемой является сделать его популярным и прибыльным. Конкуренция в области ресторанного бизнеса все-таки большая в Улан-Удэ? Да, довольно высокая. Мы же говорим, что около тысячи объектов работают в городе. Конечно, очень высокая конкуренция. Потребителей не так много. Его нужно как-то к себе заманить, привлечь и еще и удержать, чтобы он остался у вас и стал преданным, лояльным клиентом. Был верен. Да, был верен. Ну, а все открывается новое-новое. Естественно же, им хочется тоже что-то посмотреть новое. Ну, это нормальная тенденция. По поводу того вот этих 3 миллионов, да, мы же ведь говорим, в общем, это по сути, даже можно от 500 тысяч открыть, например, какую-то закусочную на 4 столика. Почему нет? Взял в аренду, купил 4 стола, 16 стульев, пару там... Пару вилла, пару ложек. Вот и все, полмиллиона тебе хватит. И ты будешь где-то на раскрученном месте без высокой проходимости, без рекламы нормально стоять. Для ресторана, конечно, 3 миллиона недостаточно. Безусловно, там оборудование, кухни только уйдет на полтора-два миллиона, да? Но 3 миллиона мы говорим, это о среднем кафе, да, видимо? Да, это очень даже небольшое кафе. Поэтому, ну, скажем так, ресторан под семейный бизнес небольшой. Что тоже будет, это, наверное, тенденция у нас еще пока не явно видна, но в скором времени, наверное, это будет развиваться, когда вся семья будет работать на ресторанчик свой. Мама на кухне готовит, папа за баром стоит, дети убираются, обслуживают. Это очень популярно в Западной Европе. Да, да, да. Все получают зарплату таким образом, работают как будто бы на себя. Семейный бизнес. Да, семейный бизнес. Мне, например, это очень нравится, как способ увеличить рабочие места, это прекрасная штука. И вроде не чужие люди работают, а свои. Да, все свои. Но опять-таки здесь могут возникнуть сложности, какие-то родственные отношения. Время меняется. Вот раньше, да, действительно говорили, лучше своего человека не брать на работу, своего, имеется в виду, родственника. А сейчас все меняется. Работу найти все-таки трудно. И требования, мы тоже работаем. Вот смотрите, у нас тоже работает вся семья. Но мы не относимся друг к другу, как братья и сестры. Мы очень требовательны. Партнеры по бизнесу. Очень требовательны. И нормально к этому относимся. Ну, это, наверное, правильно. Ну, разумные люди по-другому себя вести не будут. Вообще говоря о обслуживающем персонале. Официанты. Какие критерии к официантам должны быть в современном ресторане? Вот один известный человек в нашем городе сказал, что человек, работающий в гостеприимстве, а ресторан это и есть сфера гостеприимства, должен быть с врожденным геном гостеприимства. Вот. И если есть вот этот ген в официанте, то это будет просто великолепный официант. Открытый, умеющий общаться, быть обаятельным, ну, пусть даже быть говорливым, да. Это, наверное, очень... Но в меру. Конечно, обязательно условия не надоесть своему гостю, да. Желающему работать. И у нас в основном официант – это студент, который учится очно и подрабатывает в свободное время от учебы. Ну, вот они, конечно, плохо учатся тоже. Иногда бывает, потому что ночная работа, а утром надо бежать на занятия. Вот как раз о возрастном цензе официантов. Каким он должен быть? Это должны быть принципиально молодые люди и молодые девушки? Или все-таки это могут быть, скажем, ну, люди достаточно весьма солидного возраста, там, от 30 и выше? Сейчас у нас официантами работают в среднем от 18 до 25 лет. Везде, по всем ресторанам? Да, почти по всем ресторанам. Моя мечта, чтобы эти 25 лет увеличились, пусть даже до 60. Почему нет? Ну, мы же прекрасно видим опыт Запада, опыт Америки даже тоже то же самое, когда седовласые мужчины обслуживают тебя. Ну, что тут плохого? Ничего плохого не вижу абсолютно в этой работе. Ну, там менталитет другой, там сам потребитель относится с уважением к этой профессии. Вот, кстати, вот о ментальности именно. У официантов, вот, как бы, мы, вот, наша ментальность такова, что мы к официантам относимся как к обслуге. То есть, я прихожу в ресторан, я барин. То есть, меня обслуживают. Как в этой ситуации быть? Клиента ведь тоже нужно учить, как вести себя в ресторане. Лет пять назад, с этим, от этого порока, да, человеческого, страдали у нас практически все девочки, мальчики, ладно, еще мы все-таки терпели, да. Девочки у нас прям плакали, приходили и говорили, мы не можем обслуживать, например, этот стол, потому что просто хамское отношение. Они стараются всячески угодить своему гостю, но когда у клиента... Вот этим жестом, эй, быстро принеси ко мне, то есть, все желание просто отбивается, конечно. Ну, это самое, знаете, меньшее зло. Самое меньшее зло. Там порой же бывают оскорбления, поэтому я на самом деле обращаюсь к нашим гражданам, к нашим гостям. Ребята, те же самые люди. Это наши сестренки, наши братишки. Такие же, ну, молодежь. Ну, вот не надо в них убивать, как говорится, самое доброе, то, что у них. Только начинает. Знаете, мне кажется, какое должно быть чувство, когда ты приходишь в ресторан? Должно быть чувство того, что ты пришел в гости к радушному хозяину, а официант – это, вот, скажем, ну, брат, сестра, там, этого вот радушного хозяина. Вот она помогает, как бы, накрывать на стол в данный момент. Вот, видимо, тогда, может быть, психология поменяется. Вот я говорила, это про пять лет назад. Сейчас, на самом деле, очень серьезно поменялась публика. Люди, я не знаю, под влиянием, я думаю, того, что стали много путешествовать. Все-таки стали доходы немного другие, да, открылись возможности. Люди видят, как люди другие живут, допустим, за рубежом, и, мне кажется, хотят тоже точно так же жить. Почему должно быть все кругом одно плохое, грубости, хамства? Поэтому все, в общем-то, идет вперед. И то, как наши гости изменились в плане употребления алкогольных напитков. Сейчас уже очень сильно снизились продажи крепких алкогольных напитков. Молодежь не пьет тоннами пива, она возьмет какой-нибудь очень хороший коктейль и весь вечер может просидеть. Да, для нас, может быть, это не очень хорошо, мы не делаем продажи те, но намного приятнее работать с такой аудиторией. Культура повысилась. Да, культура, культура питья однозначно у нас... Это хорошая тенденция, это не может не радовать на самом деле. Вот продолжая тему обслуживающего персонала, управляющий рестораном, каким он должен быть? Потому что ведь от управляющего зависит все-таки многое. Как он выстроит работу с официантами, как он выстроит работу с кухней, как он выстроит работу с клиентами? Управляющий, прежде всего, опять же, должен обладать геном гостеприимства, он должен видеть по движению, по глазам, что нужно гостю. Нужен ли ему официант, понравилось, не понравилось, да? Это, я думаю, оттачивается со временем, конечно же. И лучшие управляющие получаются, те, кто прошли путь от официанта. И, ну, наверное, у нас в основной массе, в основном такие управляющие, которые прошли все пути, все уровни в ресторане. Конечно же, так просто рынок управляющих совершенно, можно сказать, пуст, не найдешь хорошего управляющего. Поэтому рестораторы стремятся к тому, чтобы вырастить их из своих же ребят. Вот такая тенденция. Понятно, ясно. А вот, говоря о кухне, какая кухня в уландынских ресторанах? Вот, разная кухня представлена. Ну, во-первых, все-таки человек идет в ресторан, прежде всего, покушать, все-таки от кухни многое зависит. Да, конечно, безусловно. Но если, смотрите, вам принесли шикарнейшее блюдо, вы его отведали и никогда в жизни больше нигде не кушали, да, такого блюда, но при этом вас не встретил администратор, про вас позабыл официант, вы скажете, что это ужасное заведение. А если же это будет все вкупе, то все будет прекрасно. Вы вернете сюда, вы сделаете повторную покупку, верно? Поэтому здесь ничего исключать нельзя. Кухня, она хорошая должна быть, конечно, отличная кухня, но и обслуживание должно быть не менее. Это вот весы. А клиент имеет право отказаться от блюда, если оно ему не понравилось? Ну, вот смотрите, ну, вот, допустим, у меня был просто случай в моей практике, да, я зашел в один из наших ресторанов, не буду, правда, называть, конечно, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, заказал себе блюдо, картошку в горшочке, ну, то есть, там, жареное что-то, тушеное картофель, жареное тушеное картофель с говядиной в горшочке. Мне принесли, причем долго несли, ну, я думаю, ну, готовится, мало ли, да, то есть, мне в течение, там, 40-50 минут несли, ну, я как бы был вынужден подождать. Принесли в итоге, я начал есть, внутри оказался лед, вот вы не поверите, на самом деле был лед. Вот замороженная говядина, покрытая, вот, картофелем. Я долго спорил с официантом, потом подошел управляющий, в итоге, ну, после того, как мы поспорили, сначала я сказал официанту, что я не буду платить за это блюдо, потому что вы мне принесли его холодным. Официант сказал, потому что мы его делали, вы обязаны заплатить. Как в этой ситуации быть? Все-таки клиент в данном случае прав? Сто процентно. Пища должна быть стопроцентно качественной. И никакой лед, ну, это горячее блюдо. Какой может быть лед? Ну, это уже явно, очевидно, очевидная ошибка ресторатора. Если он себя уже так ведет, я вот, вы посмотрите, вообще открыт он еще или нет. Недолго жить осталось, если так неуважительно относиться к своему гостю. Конечно же, по первому требованию, если что-то некачественно, мы обязаны заменить. Даже, знаете, я пример расскажу один. Один гость заказал какое-то очень средиземноморское блюдо. Это блюдо было... Он ни разу не пробовал его. Он попробовал, решил просто попробовать его. Ему принесли, он попробовал, ему не понравилось. Ему не понравилось ни качество блюда, ему не понравился вкус, потому что, оказывается, ему не нравится. Он не то ожидал. Да, не то ожидал. Это не говорит о том, что оно плохо приготовлено. Управляющий видит, что человек вообще не поел это блюдо. Он сказал, вам не понравилось что-то нехорошо, что-то неправильно. Он сказал, нет, просто вкус мне не подходит такой. Допустим, это были гребешки. Я не люблю просто, оказывается, такое блюдо. И они сказали, давайте мы тогда не будем включать вам счет. Он сказал, да нет, почему я же заказал. Хороший ресторатор сказал, давайте мы вам принесем какое-нибудь блюдо в подарок на выбор. Что хотите. Вот прямо яркий пример того, как должно быть общение. Уважение с двух сторон. Потребитель говорит, да нет, нормально все. Ресторатор говорит, я сделаю все, что вам понравилось у нас. Ну вот еще вот такой вот завершающий программу вопрос. Каким должен быть, на ваш взгляд, современный ресторан в Ланде? Это все-таки стереотип людей советского времени, советского поколения. Это ресторан, совмещенный с кабаком. Громкая музыка, где люди танцуют и тут же одновременно употребляют, скажем, всякие вкусности. Вот все-таки в Ланде это приемлемо или нужно отходить от этого? Да нет, почему это идея имеет место жить. Очень многим хочется вечером хорошо покушать, хорошо, ну так скажем, отведать какие-то блюда и хорошо провести время на танцполе, потанцевать, посмотреть шикарную шоу-программу. Это все нормально. Это все даже, наверное, более популярно в нашем городе на данный момент. Вот арестоклубы сейчас их называют, да. Все это востребовано. Ну, есть, если кому-то не нравится такая громкая музыка, он хочет просто покушать. Очень много ресторанов без музыки. Появилось в последнее время. Появилось. Чему и мы несказанно рады, что есть такие рестораны, где можно спокойно провести тихий ужин. Романтический, деловой, какой угодно, пожалуйста. Это называется, спрос рождает предложение. Есть спрос, начинают открываться такие рестораны. Ну, и совсем уже завершающий вопрос. Каким вы видите рестораны будущего в Бурятии? Ресторан будущего – это обязательно с хорошим обслуживанием, с качественной кухней, с высокой клиентоориентированностью, с любовью, видящим и принимающим своего гостя. К этому мы и идем. Потому что все-таки мы не зря называем свою республику Бурятия гостеприимной. Да, безусловно. Так пусть она будет все-таки на самом деле гостеприимной. Спасибо большое, что пришли, ответили на мои вопросы. Вам спасибо было. Спасибо. Это была программа «Есть разговоры». Сегодня мы говорили о развитии ресторанового бизнеса. Смотрите ТВ-ком и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин